Новый год не обходится без запаха хвои, блеска стеклянных шаров и шелеста пушистых гирлянд. И украшение новогодней елки – дело важное. Тут уж кто на что гораст. Дизайнер Татьяна Гомза считает, что лесная гостья должна пестрить и быть весьма неординарной. Тем более в год огненного петуха. И украшением может быть все, что есть под рукой. Главное – креатив и смекалка. Ну, поскольку я практикую стиль трэш-арт-ресайкл-тарт, то елка у меня, соответственно, тоже из сборных, сложенных, постремонтных, постсоветских материалов и игрушки. И то, с чего она сделана, имеют свою историю. Ну, в принципе, тут все не случайно. Основа была сделана в этот раз, опять-таки, из того, что под рукой, то, что само просится в дело. Недавно у нас был ремонт. Вот на полу ламинат и елка из остатков ламината. Тут этот шарик в центре композиции. Я вот на нем, в общем-то, и сформировала образ всей композиции. Новогодний шарик, подаренный мне в прошлом году девочкой-керамисткой, знакомой из Питера. Дети в изо-студии у нее рисовали котиков, и она их просто перенесла на шарик. Татьяне удалось трэш-артовые вещи и раритетные игрушки чудным образом совместить. Особенно тут хочется отметить игрушки, сделанные из проволоки, потому что по времени они приходятся на поствоенное время, после 45-го года. Только война Великой Отечественной кончилась, и не было... В производстве стояли игрушки, вот эти предыдущие красивые на прищепках и стеклярус, это были довоенные игрушки, более старые. Ну и послевоенные начали производить вот эти вот уже снегирик, например, уже, вот эти вот часики. А в промежуточном этапе надо было тоже украшать. Дети или взрослые хотели праздник, особенно после войны, да, и что было под рукой. В основном-то была плетеная проволока, и, на мой взгляд, совершенно шедевральные, вполне вот, ну, в ресайкл-стиле, очень современные получались формы. Есть имитация шаров в виде орнаментальных неких подставочек, я их покупаю в разных странах, где бываю. Ну, керамика для горячего подставки, но они мне нравятся вот именно орнаментальности, и, как я поняла, они тоже подходят под образ выгубленного шарика на плоской елке. Раз елка плоская, то шары могут быть тоже плоскими. Венецианские маски, ну, это самый, получается, современный уже элемент в виде игрушек, еще не расписанные, как бы сувенирные, да, из глины. Татьяна фонтанирует идеями и рекомендует всем не только сделать елку своими руками, но и украсить оригинальными вещами весь дом. Вот сделаны светильники, тоже такая новогодняя тема, они выглядят, как куски льда, которые светятся теплым огнем, то есть можно поставить на праздничный стол. Тут у меня есть коллекция тоже старых советских разных гирлянд уже, вышедших из употребления, которые можно, конечно, починить, наверное, как этим надо заняться. На любом случае, вещи интересные, кому-то они напомнят детство, у кого-то были такие, да, у кого-то, ну, вот эти совсем старые, это тоже послевоенные уже годы. Упаковочная лента вместо традиционной мишуры, а вместо шаров – подборка семейных фотографий. Это вещи, объединяющие семью. Впрочем, некоторые предпочитают традиционный стиль. Художник Маргарита Манис свою новогоднюю елку в этом году украсила сдержанно. В этот год петуха в моде в украшении елки бордовый, золотой, синий, и поэтому я использовала в украшении елочки именно эти цвета. Ну, конечно, я добавила еще белые шары, как символ зимы. Белые новогодние шары словно холст для художника, их можно раскрасить как угодно. Маргарита советует приобщать детей к такому декору. Сегодня в моде игрушки, созданные в различных техниках – декупаж, папье-маше, вязаные или из бисера. Создавать красоту своими руками – это может стать новогодним ритуалом в вашей семье.